Халид, да будет доволен им Аллах, с войском оставались в Бадха, наводя порядок среди вероотступников. Он был готов отправиться куда угодно по велению халифа. Халиф тяжело воспринял известие о Мусайлимате, который пытался уничтожить шариат Хабиба, алейиссаляту ассалям. Сыддык, да будет доволен им Аллах, отправил к Халиду, да будет доволен им Аллах, быстрого гонца с письмом, начинавшимся с Бисмилля. В первую очередь он напомнил о богобоязненности, затем дал наставление Халиду. «Знай, что ты еще не сталкивался с таким сильным племенем, как Бануханифат. Не начинай сразу сражение, по мере возможности побуди их к примирению. Но если не получится решить дело миром и дойдет до сражения, то начни первым. Будь внимателен к ансарам и мухаджирам. Не нарушай завещание Расуля, алейиссаляту ассалям, о них. Не говори с ними грубо. Будь кроток и ответь добром тому, кто сделает добро. Прости того, кто причинит тебе зло. И скажи, что помощь в отвращении от плохого и обращение к добру только от Всевышнего Аллаха. «Знай, что ты сражаешься с племенем, не уверовавшим во Всевышнего Аллаха и в Расуля, алейиссаляту ассалям. Посоветуйся со старейшинами мусульман, с подвижниками Расуля, алейиссаляту ассалям. И держи саблю против сабли наголо. «Иншаллах, надеюсь на твою победу». Калид, да будет доволен им Аллах, получил это письмо Сыддыка, да будет доволен им Аллах, имеющее глубокий смысл. Он собрал всех соратников, прочитал им письмо и спросил, согласны ли они следовать за ним. «Ты прав, мы следуем за тобой». «Среди нас нет человека, который изменит тебе», — ответили все в один голос. Войско-сподвижников, готовых отдать жизнь за исламскую религию, подготовилось к выступлению. Визирю Мусайли Мате, сына Туфайла, отправили письмо, написанное Хасаном ибн-Сабитом. В нем он сурово предупреждал, что им лучше остановиться. «Зря не сражаться и не проливать кровь». Получив это письмо от Халида, да будет доволен им Аллах, Сын Туфайла созвал знатных людей Ямамата и прочитал им его. «О племя Бануханифет! С вами завтра встретятся мухаджиры и ансары, готовые отдать жизнь во имя спасения братьев. Вы тоже должны сражаться, как и они, не желая жизни друг за друга», — твердо заявил он. Ответ их был еще тверже, чем его заявление. «Пусть идут, завтра увидим». Сын Туфайла остался доволен ответом и сказал, «Это я и хотел услышать». До племени Бануханифет дошла весть о том, что приближается Халид, да будет доволен им Аллах сильным войском. Им нужен был совет. Не зная, что делать, они пошли за советом к Самамату, известному своей мудростью и знаниями. Самамат был одним из тех, кто знал, что Мусайлимату «Каззаб лжец». Люди племени окружали его и стали задавать вопросы. Они рассказали о приближении Халиды, спросили о Мусайлимате и попросили дать совет, который выведет их на правильный путь. Мудрый Самамат обратился к племени. «О, мое племя, послушайте меня. Нет сомнения в том, что Хабибуллах Мухаммад, алейиссаляту вассалям, истинный пророк, посланный Аллахом. Мусайлимат лжец. Не дайте ему обмануть вас своими выдумками». Затем он сказал, что ночью пойдет навстречу с Халидом, да будет доволен им Аллах, чтобы попросить его о безопасности для себя, своей семьи и имущества. Люди вняли его верному совету и ночью тайком отправились навстречу с Халидом, да будет доволен им Аллах. Они заверили его, что не отступали от ислама и вернулись, получив гарантии безопасности жизни и имущества. Оттуда Халид, да будет доволен им Аллах, с войском двинулся дальше. Они остановились на краю ущелья вблизи Ямамата. Халид, да будет доволен им Аллах, отправил 200 всадников на разведку. Им было велено взять в плен и привезти того, кто встретится на пути. Они встретили группу людей из племени Бануханифет. Их было 23 человека. Их взяли в плен и отвели к Халиду, да будет доволен им Аллах. Халид, да будет доволен им Аллах, спросил их, «Кем вы считаете Мусайлимата?» Он, соучастник Мухаммада, в пророчестве ответили они, признав лжеца Мусайлимата посланником. Однако один из них, Сариет ибн Амир, обратился к Халиду, да будет доволен им Аллах. «О, Абу Сулейман, я не сторонник пророчества Мусайлимата и не согласен с теми, кто защищает его». Затем Абу Сулейман, да будет доволен им Аллах, обратился к Маджаату. «А ты что скажешь?» Маджаат ответил, что он тоже не является вероотступником. «Мы с Сариетом еще при жизни Расуль, алей-иссаляту ас-салям, ездили в Медину и уверовали, и по сей день мы не отошли от исламы. И они оба присягнули Халиду, да будет доволен им Аллах. Остальных пленных покарала сабля Халиды, да будет доволен им Аллах. Маджаата и Сариета освободили, сняв Аковы, с условием, что они останутся в войске».